Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим мясную запеканку с вермишелью. Для приготовления нам потребуется 250 грамм мясного фарша. Фарш можно взять любой. У меня сегодня говяжий. Мелкая вермишелька весом 150 грамм. Вермишель берем совсем мелкую, типа паутинки, которая быстро готовится. Небольшая луковица весом 130 грамм, 2 яйца, 250 грамм сметаны. Сметана подойдет любой жирности. Смесь перцев, соль. Можно использовать любые другие специи на свой вкус. Мелко нарежем лук. Теперь осталось все смешать. Фарш, лук, мелкую вермишель. Яйца. Сметану. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю чайную ложку с небольшой горкой. И специи добавляем тоже по вкусу. Я добавляю не очень много. У меня едят дети. Чуть меньше, чем пол чайной ложки. Перемешиваем все хорошо. Масса должна стать однородной. Соль, специи. Все должно перемешаться хорошо. Вермишель с фаршем, но и лук. Отбивать этот фарш не надо. Яйцо будет связующим с свином. В смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем подготовленный фарш. И разравниваем. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на ручном режиме. Можно готовить на режиме выпечка или мультиповар при температуре 130 градусов 50 минут. Нажимаем старт. Через 50 минут запеканка будет готова. Давайте посмотрим, что получилось. Вот она запеканка. При необходимости отключаем подогрев. Сейчас оставляем запеканку минут на 10-15 при открытой крышке. Она станет более плотной и легко извлечется. Итак, у меня прошло около 5-7 минут. Запеканка стала более плотной, жидкости нет. С помощью лопаточки отделяем ее от краев чаши мультиварки. Как бы поддевая. И теперь можно будет достать как обычную выпечку, перевернув на корзину пароварки. Или скатив ее на бок, как достаем пиццу. Сверху устанавливаю корзину пароварки. На всякий случай, если там вдруг есть жидкость, накрываю сверху тарелкой. И теперь просто достаю и переворачиваю. Получилось вот таким образом. Теперь осталось просто снять чашу мультиварки. Вот такая замечательная запеканка получилась. Можно разрезать на порционные куски. Пока запеканка горячая, при желании можно ее посыпать тертым сыром или свежей зеленью. Я такую запеканку подаю со свежим салатом. Вообще овощные салаты, овощные блюда отлично подходят. Второй рецепт. Мы приготовим картофельную запеканку с фаршем. Упрощенный, так сказать, вариант. Итак, нам потребуется 1 килограмм картофеля. Картошку я только что сварила. Она у меня горячая. Варила на режиме варка 45 минут. Также нам потребуется 200 миллилитров молока, 400 грамм мясного фарша. У меня смесь свинины с говядиной. Крупная долька чеснока, одно яйцо, соль, смесь перцев. Итак, пока картофель горячий, измельчаем его просто толпушкой. Также можно использовать готовое картофельное пюре. Тогда этот этап пропускаем. В 1 килограмм картофеля добавляем 200 миллилитров молока. Молоко у меня комнатной температуры, чтобы картофель не посерел. И также сразу добавляю одно яйцо. Если у вас готовое пюре, тогда яйцо уже в готовое пюре добавляйте. Все хорошо перемешиваем. Когда картофель варила, картофель я не солила. Если у вас готовое пюре, учитывайте по количеству соли. В пюре добавляем фарш. Добавляю соль, где-то 1 и 1 треть чайной ложки. Добавляю смесь перцев. В отличие от запеканки, которую дают в садике в основном, здесь фарш мы предварительно не обжариваем. То есть в пюре добавляем сырой фарш и не укладываем слоями. С помощью пресса измельчаем чеснок и добавляем в общую массу. Все хорошо перемешиваем в однородную массу. Смешиваем фарш вместе с пюре. Получившуюся массу выкладываем в смазанную маслом чашу мультиварки. То есть фарш перемешанный с пюре. Яйцо, молоко, соль, специи. В принципе ничего лишнего. Все выкладываем. Разравниваем. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка или ручной режим. Мультиповар. 130 градусов. Один час. Нажимаем старт. Прошел час. Картофельная запеканка готова. Обязательно отключаем подогрев и оставим в мультиварке минут на 10. Она станет более плотной и ее можно будет достать. Достаем запеканку с помощью корзины пароварки. Вот так запеканка выглядит. Как я говорила, она стала более плотной. Теперь ее можно разрезать на порционные куски, полить сметаной или кетчупом. Простая в приготовлении, очень вкусная, сочная запеканка получается. Если нет времени ждать, чтобы запеканка стала более плотной, можно ее разделить на порционные куски прямо в чаши мультиварки и раскладывать уже порционно. Вкус от этого не меняется, просто не надо ждать. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok